особое мнение на 101 fm в кирове 12 часов и 4 минуты добрый день у микрофона владимир сметанин за вторым микрофоном напротив меня юрист ян чеботарев яна евгеньевич приветствую вас доброго дня доброго теплого летнего дня да и с яблочным спасом да спасибо сегодня вот такой праздник вы как человек неравнодушный к земледелию наверняка знаете что в этом году с яблоками полный порядок ну я прекрасно урожай прям урожай у меня яблони растут ни одна не две и даже не 4 яблок действительно очень много да буквально в прошлые выходные тоже путешествовал в деревню к родственникам прям если вовремя хозяин не подставил подпорочки под яблони то увы яблони может под сломаться под грузом плодов так что всех поздравляю с таким богатым урожаем кстати наши предки считали что в этом году вернее в этот день нельзя домашними делами заниматься не прибираться не пыль протирается не поломыться не так далее ну такая примета была а еще купаться не разрешали потому что считалось что в этот день озорничают в водоемах водяные нет русалки и могут купальщиков утащить за собой на дно ну мы сегодня будем с вами по ходу передачи говорится о людях которые возможно идут на дно или не знаю наоборот или могут пойти на или могут пойти на дно да или наоборот куда-то на поверхность всплывают для начала хотелось бы вспомнить о том что буквально пару недель назад с этим менеджером города кирова был другой человек вячеславе симакове новым исполняющей обязанности чуть позже поговорим но меня интересует почему-то не знаю может быть какие-то предчувствия есть интересует судьба бывшего горноначальника дмитрия осипова на мой взгляд мы довольно мало таки знаем о причинах его ухода и все это со слов в рио губернатора александра соколова как он сообщил на совещании в правительстве области в случае с дмитрием осиповым было нарушение антикоррупционного законодательства глава администрации подписал контракт по трудоустройству близкого родственника не вынося этот вопрос на комиссию по конфликту интересов что это с правовой точки зрения ян на что это на что это тянет и так и каковы перспективы ну я бы не хотел на самом деле давать какую-то уголовно правую квалификацию подобного рода деянию слишком мало информации для какого-то анализа ну конечно подобного рода действие не приветствуется действующим законодательством это может являться причиной применения мер дисциплинарного воздействия при каких-то условиях в подобного рода действиях может быть усмотрены признаки 285 уголовного кодекса на злоупотребление должностными полномочиями но опять же информации не богата с другой стороны ну дыма без огня не бывает и в любом случае странно что вроде такое ответственное высокое должностное лицо откровенно пренебрегает общепринятыми правилами и заключает какие-то трудовые договоры с родственниками минуя установленная процедура согласования во избежание конфликта интересов ну вы же читали в прессе да эти я же не знаю как назвать предположение да наверное кто является этим родственником и какую должность он занимает там речь идет о центральном рынке а якобы продажи муниципального имущества а возбужденном уголовном деле возбужденном уголовном деле так что такие предчувствия есть в сторону того что может быть раскручен механизм закона в этом отношении я не буду оригинален я в таких делах всегда говорю о том что следует не торопиться подождать у нас есть следствие вот следствие разберется если там какие-то коррупциогенные факторы если там какой-то интерес самого господина осипова либо это просто какая-то трагическая случайность либо просто недопонимание правил которые применяются при трудности близких родственников ну а если все-таки появится новость от следственных органов о том что вот какое-то движение начато в этом направлении вас удивит это нет не удивить нисколько тем более что ну давайте так на самом деле для меня двадцать второй год во многом проходит и проходил под знаком различного рода административных споров с властными структурами с правительством области по историческому поселению по правилам землепользования и застройки администрации города кирова масса застройщиков ко мне обращалась с теми проблемами которые у них возникают на при работе возникали при работе с администрации города кирова там проще можно сказать работать не дают не давались не давали сейчас надо отдать должное с учетом многочисленной судебной практики которая уже сложилась в последнее время несколько месяцев сейчас становится полегче разрешение на застройку города выдаются строительные компании продолжают работу слава богу будем рассчитывать что этот тренд сохранится то есть дело решенное собственно восстановилась возобновилась все в том виде подождем еще подождем подождем есть смотрим по мониторим ситуацию во всяком случае пока все признаки того что ситуация на строительном рынке города нормализовалась но они присутствуют администрация совершенно спокойно работают с правилами земель пользования и застройки новыми которые подписаны пока вроде всех все устраивает жилье строится люди квартиры покупают строительные компании обеспечены работой работники строительных компаний работают получают зарплату платят налоги в общем казалось бы тучи разошлись подождем посмотрим насколько это действительно так ну и надо о новом сети менеджере исполняющим обязанности главы администрации города кирова кирова и вячеславе симакове прям многие восхищены его бурной деятельностью его открытостью телеграм-канал вячеслав николаевич завел информирует ежедневно начиная там с каждого утра своей работе о том что сделано и многие уже до придерживать такого мнения что вот наконец-то настоящий мэр народный мэр у нас появился вы разделяете эти эмоции это соображение ну давайте так пока деятельность господина симакова на посту городоначальника мне нравится значит однако опять же следует все таки посмотреть насколько подобного рода активность сохранится у него в дальнейшем какие шаги он будет предпринимать ближе к отопительному сезону к уборке снега где у нас всегда возникает масса проблем ничего плохого лично про господина симакова я сказать не могу так я не прошу я не собираюсь на самом деле давайте так я лично с господином симаковым не знаком слышал разные отзывы преобладают положительные хотя конечно бывали случаи и когда странные действия совершались теруправлением который возглавлял господин симакова он продолжает возглавлять он совмещает сейчас две должности исполняющие обязанности главы и начальник теруправления по первомайском районе лучше всего о любом чиновнике для любом человеке говорят его поступки поэтому чем больше правильных и хороших дел конечно правильных и хороших дел совершит господин симаков для благоустройства города для облегчения условий жизни кировчан для решения коммунальных проблем господи честь ему и хвала тогда будет собственно говоря я на гене а в чем заключаются ваши сейчас основные претензии к городскому хозяйству если с точки зрения обычного жителя ну давайте самые самые моменты которые вас не знаю раздражают прям ну у меня вводят в какое-то негативное состояние мне абсолютно не нравится проблемы которые до настоящего времени не решены с ливневой канализации она у нас во многом отсутствует и мы все жители города кирова тем более автомобилисты регулярно сталкиваемся что когда у нас начинается сезон дождей зачастую машины превращаются в катера стабильно невзирая на того кто является главой администрации возникают проблемы с очисткой кровель зданий а также проезжей части холодное время холодное время года очень бы мне хотелось чтобы все-таки у нас город был почище поменьше песка поменьше соли и более активно он прибирался ну точно так же у нас абсолютно изношенные системы теплоснабжения водоснабжения которые регулярно рвутся мне бы хотелось конечно как горожанину просто понять а каков системный подход в обновлении подобного рода коммуникации в черте города плюс вопросы связаны с водоснабжением города кирова тоже мне представляется достаточно важными значит проект куменского водовода который заморожен и куда вложены достаточно большие деньги причем несколько миллиардов да причем из муниципального бюджета в том числе ну как то хотелось бы понять собственно грязь что это это списывать на убытки придется либо все-таки это будет как-то возобновлено строительство тем более что опять же мои источники мне подсказывают что ныне существующая система водоснабжения города находится весьма плачевном состоянии то есть в любой момент может случиться не 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 что что вызовет собственно настоящий коллапс ну я поплюю конечно надеюсь что не произойдет но очень бы хотелось чтобы этого не произошло во всяком случае в свое время когда вторая нитка водовода строилась куменского ну это обосновалось как раз изношенностью и фактически аварийностью существующей системы водоснабжения город киров город большой нас простите даже по официальной численности где-то в районе 600 тысяч человек уже близко близко к этому да значит ну есть еще и приезжие есть люди которые живут без регистрации соответственно здесь на мой взгляд вот задуматься над решением коммунальных проблем безусловно нужно я сейчас озвучу название одной организации которая уже не существует но которая снова стала фигурировать в информационном пространстве это кировская региональная ипотечная корпорация крик да и собственно с этим наименованием связана судьба экс-губернатора никита юрьевича белых которого снова начали в июле судить этапировали его к нам в киров на буквально первом заседании никита юрьевич заявила о том что он не понимает в чем его обвиняют а официально ему предъявлено обвинение по пункту в части 3 статьи 286 превышение должностных полномочий лицом занимающим государственную должность с причинением тяжких последствий вам понятно в чем обвиняют белых ну вот то что вы сейчас сказали я конечно как юрист подобного рода норму права знаю другой вопрос о том что вся фактура читать не трудно я понимаю вся фактура безусловно мне неизвестно я не знакомился с уголовным делом никита юрьевича здесь можно задавать подобного рода вопросы ему самому либо стороне гособвинения пока таких вопросов в публичном как минимум пространстве не возникает опять же зная кто защищает никита юрьевича уверен в профессионализме моих коллег рассчитываю на то что в будущем мы увидим законный обоснованный договор суда либо он будет обвинительный либо он будет оправдательный третьего не дано поживем посмотрим но суть там напоминаю в том что то есть на кому стоят бюджетные деньги давить ну насколько это я перекочевывали ну там речь идет о том что фактически правительство кировской области поручалось за насколько опять же если не путаю еще за деятельностью кировской региональной ипотечной корпорации и в результате неэффективности управления этими финансами область потеряла значительную сумму денег в чем там роль самого губернатора белых бывшего я к сожалению сказать не могу а может быть к счастью но он уверяет что собственно это дело было уже после того как он покинул пост главы региона и он к этому непосредственного отношения не имеет по крайней мере на его позиции ну я слышал да пресса писала честно усомнилась в том что здесь никита юрьевич полностью откровенен я с трудом могу себе представить фабула обвинения если там содержится описание событий которые произошли в тот момент когда никита юрьевич уже губернатором не являлся тогда крайне странно представить что ему можно ввинить здесь и опять же володя мы не знаем материалов дела и нам очень тяжело как-то судить об обоснованности предъявленных обвинений либо не обоснованность а вообще сам факт того что осужденный бывший глава субъекта российской федерации снова собственно судебный процесс в его отношении вот эти все движения этапирование на какие мысли вас наталкивает ну это абсолютно понятно в начиная с момента возбуждения первого дела в отношении никита юрьевича вся его деятельность на посту руководителя субъекта федерации попала под пристальное внимание соответствующих органов и в результате проверочных мероприятий были установлены какие-то факты которые послужили основанием для возбуждения дела сроки давности привлечения к уголовной ответственности за тяжкие особо тяжкие преступления исчисляются десятилетиями и не прошли собственно в любой момент при конечно наличии достаточного конечно может родиться еще одно дело другое дело третье четвертое пятое здесь я бы наверное поистерег все говорить о том что здесь прослеживается какой-то политический умысел и так далее это нормальная инерция крупные государственные системы правоохранительные системы российской федерации последнее время только она активизировалась вот эта линия или вы знаете нет по моему далекие времена нет по моему это было всегда другой вопрос о том что большая машина которая является правоохранительной системой российской федерации она конечно имеет значительную инерцию но с другой стороны когда она с места сдвинулась и пришла в движение ну остановить ее бывает достаточно сложно поэтому здесь я не исключаю что может родиться еще одно какое-нибудь дело в отношении господина белых рассчитываю что это все будет в рамках закона ну мы надеемся безусловно конечно на это и еще один бывший руководитель хорошо знакомый жителям города и области владимир быков тоже сейчас находится под судом тоже возобновилась судебное расследование материалы публикуются активно и вы скинули спасибо ссылку на то чтобы можно было подробнее об этом почитать вообще конечно уникальное явление экс-чиновник приговоренный в марте этого года к восьми годам колонии строгого режима и к штрафу в более чем 15 миллионов рублей уходит на ограничительные меры да то есть из-под стражи он освобожден был из вот собственно заново все это завертелось у вас здесь какие соображения какие мысли возникают по ходу знакомства но в первую очередь видим и из сми да с тем как идет этот процесс безусловно в основном у сми однако недавно кировский областной суд выложил на своем сайте в разделе судебного дела производства апелляционное определение как раз посвященное отмене оправдательного приговора в отношении владимир васильевича который ранее состоялся в первомайском районном суде знаете ознакомившись данным документом ну там приведена информация достаточно богатая конечно информация там деперсонифицированно но тем не менее фабула дела становится более понятной честно скажу как юристу очень интересно почему я не часто сталкивался с ситуациями когда эпизоды получения взяток доказываются и преступление фактически раскрывается по прошествии какого-то длительного времени обычно все-таки взяточников хватают за руку там если не ошибаюсь фигурирует годы 14 15 лет ну и в целом и в целом и в целом и лет это все да и в целом по ознакомлению с данным документом я для себя сделал вывод о том что да оправдательный приговор который был постановлен все время в отношении владимир васильевича по ряду эпизодов в частности по эпизодам с парком победы с печным топливом а т.п. с взятками по электронному проездному по электронному проездному да ну весьма-весьма собственно говоря убедительными доказательствами располагала сторона обвинений и областной суд как раз одним из ключевых моментов которые указал от меня эти оправдательные приговоры он указал на то что суд первой инстанции оправдывая владимир васильевич по данным эпизодам фактически пренебрег на доскональным анализом тех показаний свидетелей обвинения которые были последовательны и убедительны в описание фактов фактически преступной деятельности нашего бывшего чиновника весьма высокого уровня насколько это затянется по вашим ощущениям прогнозом не угадать не угадать здесь масса факторов которые в принципе невозможно прогнозировать начиная от состояния здоровья подсудимого кончая в следующем году графика 70 лет если да графиками отпуска суда который рассматривает ну и точно так же не будем сбрасывать со счетов о том что любой судебный процесс в том числе и уголовный где задействованы свидетели ну фактически очень часто тормозится в связи с невозможностью единомоментное обеспечение явки всех свидетелей в судебное заседание подобного рода заслушивание их показаний занимает значительное время с учетом того что в деле владимирович таких свидетелей не одна сотня это следует опять же из определения кировского областного суда я думаю что конечно говорить о том что это дело закончится очень быстро я бы не рискнул ну знакомясь там с мнениями обычных горожан обычных жителей области общаясь с ними укрепилась уже в головах у людей вот эта мысль о том что возможно быков там избежит наказания сначала посадили потом отпустили ну как то знаете простыми же категориями у нас зачастую люди мыслят в общем мы сейчас опровергаем это да видимо ну вы знаете я не уверен что владимиру васильевичу удастся избежать какого-то наказания почему на самом деле приговор первомайского района суда в части некоторых эпизодов получения взяток он же оставлен без изменения значит ряд эпизодов сейчас будет рассматриваться заново и рассматривается заново судом первой инстанции исходя из того что я вижу в судебных актах которые в паблике висят я очень сильно сомневаюсь в том что удастся стороне защиты обеспечить выигрыш данного дела то есть на мой взгляд все таки речь пойдет о каком-то реальном сроке лишения свободы и вероятнее всего он будет гораздо больше чем тот срок который был назначен по ранее состоявшемуся приговору напомню это было восемь лет по моему да восемь лет и 15 миллионов рублей взятка была доказана в сумме семь миллионов восемьсот тысяч умножаем на два потому что там был приговор в размере два в двукратный размер 15 миллионов ну где то так значит я думаю что здесь в принципе срок может быть больше гораздо причем репутационные потери власти от этого насколько вы оцениваете велики или уже как то вот подзабылась вся эта ситуация задерживали в 2019 году не согласен я володя с вами значит ну безусловно можно говорить о том что факт осуждения бывшего градоначальника это безусловно прискорбно что к власти был допущен человек который работал не в интересах общества а в своих личных интересах но с другой стороны на мой взгляд избежать подобного рода событий невозможно это было всегда и к сожалению наверное будет происходить в дальнейшем другой вопрос я могу только приветствовать подобного рода процессы на мой взгляд преследование пусть даже бывших чиновников достаточно крупного ранга говорит о способности государства наше общество самоочищаться и это очень хорошо гораздо хуже было бы если простите виновное лицо не понесло бы никакого наказания при тех масштабных сигналах которые проходили по всем системам уже достаточно длительное время вспомните историю хотя бы с этим же парком победы который на мой взгляд являлся возможно отправной точкой для пробуждения интереса со стороны правоохранительных органов к персоне Владимира Васильевича очень хорошо что наши власти прислушиваются к общественному мнению это только можно сказать браво это прекрасно и власти и общество и средства массовой информации тоже я буквально совсем недавно нашел сюжет который выпускал федеральный телеканал ГТРК по моему вот когда начинался судебный процесс над Владимиром Быковым там довольно в жестких таких тонах прям журналистская бригада вкратце она перечислила то что вменяется то есть короткую предысторию дала в общем у зрителя видимо это все это создавалось целью той чтобы у зрителя сложилось такое ощущение что это действительно взяточник во власти нужно таких людей ну избавляться я бы конечно здесь меньше бы собственно говоря подвергал анализу вот подобного рода эмоциональные посылы которые зачастую проскальзывают в средствах массовой информации нужно пытаться все-таки анализировать факты еще раз говорю о том что до последнего времени пока я не получил возможность ознакомиться с конкретным судебным актом кировского областного суда у меня у самого были достаточно обоснованные сомнения в части правильности данного дела в части убежденности в том что какое-то вменяемое господину Быкову деяние имело место быть слушайте ну на самом деле больше сотни свидетелей которые показывают на Владимира Васильевича и достаточно аргументированная позиция прокуратуры изложенная в апелляционном представлении заставляют меня все-таки усомниться в том что Владимир Васильевич на своем посту действовал исключительно в интересах города ну и кстати я как-то подзабыл об этом готовясь к передаче но все-таки экс-глава администрации Илья Шульгин подал апелляцию в том числе и сейчас тоже собственно рассматриваются все эти вещи многие недоумевают почему Илья Вячеславович не остановился вроде бы три года условно это можно и успокоиться легким испугом еще можно сказать отделался вы как оценивается ну это безусловное право любого человека в отношении Шульгина вот эта апелляция нет это его безусловное право то есть если он считает о том что он не виновен ну жаловаться это его святое право тем более что опять же смотрите а практика что показывает практика говорит о том что чем выше судебная инстанция тем меньше фактов изменений либо отмен приговоров значит примитивно к Шульгину давайте эту тему тоже затронем ну насколько представляю себе ситуацию я ну мне вот эта тема действительно представляется весьма странной почему ну с трудом я могу представить себе что господин Шульгин должен разбираться в мельчайших нюансах работы того оборудования которые собственно говоря закупки камер фото видеофиксации да 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 у него на это есть как у любого чиновника ниже стоящие службы которые должны собственно говоря в этом разбираться и давать свое компетентное заключение но опять же не будучи знаком с материалами дела я не возьмусь однозначно сказать о том что виновен Шульгин не виновен Шульгин еще что то куда то он может жаловаться он может пытаться продолжить доказывать свою позицию и то что он борется ну на мой взгляд это неплохо такая возможность у него есть но я точно так же не исключаю что в материалах того дела которое нам пока неизвестно могут содержаться сведения которые фактически указывают на какой то умысел со стороны господина Шульгина ведь очень часто наши граждане путают непосредственно коррупционные факторы например там получение прямой взятки конверты с деньгами либо сумки с деньгами как у белых было на рекламу нам пора сходить давайте продолжим мысль после того как закончится рекламная пауза уходим особое мнение на 101FM наш гость сегодня юрист Янович Батарев не закончили мысль по поводу того что там в понимании да очень часто наши граждане считают о том что основные возможности и идеи совершения чиновниками каких-то преступных деяний является прямое материальное вознаграждение в виде конверта с деньгами либо еще что-то на самом деле это не так это сам простой путь такой да конечно нет на самом деле это не так уголовный закон и теория права она говорит о том что подобного рода коррупционные преступления могут совершаться и на фактически безвозмездной основе исходя из ложно понимаемых интересов службы с целью например обеспечения какой-то не знаю там карьерного роста своего и так далее поэтому еще раз говорю о том что здесь анализировать материалы уголовного дела можно только простите знакомясь с его содержанием с теми доказательствами подробно да поэтому ну либо как минимум нужно иметь какой-то приговор по господину Шульгину в паблике приговора я пока не видел по поводу кстати антикоррупционных мер тут правительство предложило обязать региональных чиновников сообщать в прокуратуру обо всех случаях обращения к ним с предложениями о взятках причем обращаться они якобы должны в течение пяти дней после того как это как этот посол был предложен им как оцениваете эту инициативу как смешную но она такая да забавная нет сложно представить себе картину когда чиновник бежит в прокуратуру мне тут это пытались дать нет и что дальше нет на самом деле здесь опять же Володя я вас немножко поправлю значит само по себе предложение какого-то материального вознаграждения за незаконные действия либо пусть даже за законные действия и так далее это преступление с точки зрения уголовного кодекса то есть масса же случаев есть в основном связанных с гибдд когда граждане которые предлагают сотрудникам госавтоинспекции какие-то материальные блага в виде там денег либо еще чего-то за несоставление какого-то протокола привлекаются к уголовной ответственности само по себе факта принятия взятки еще не было но сам по себе само предложение взятки это уже преступление и на мой взгляд говорить о том что там чиновник обязан так он и так обязан не требуется для этого какого-то отдельного закона любой государственный муниципальный служащий которому предлагается какое-то незаконное вознаграждение за те действия которые входят в круг его служебных обязанностей уже по закону обязан сообщать о данных фактах и наоборот не сообщение собственно говоря о таком факте оно может расцениваться как административные правонарушения либо влечь жесточайшие меры дисциплинарного воздействия у нас настоящее время по закону о подарках на сумму свыше трех тысяч рублей да они отчитываться должны ну да но это это касается подарков а здесь все-таки речь идет о том что собираются фактически легально обязать чиновников добавочно сообщать о каждом факте совершения преступления в виде покушения на отдачу взятки например такая обязанность уже предусмотрена действующим законодательством другой вопрос о том что как установить и зафиксировать данный факт что такое предложение имело место быть понятно что если вскроется что чиновнику кто-то что-то предлагал а он об этом умолчал ну безусловно подобного рода молчание ну само по себе преступлением являться не будет но как минимум будет свидетельствовать не в пользу такого чиновника некие подозрения все равно конечно будут возникать в отношении этого должностного лица и еще тоже на мой взгляд интересная инициатива как вы ее оцениваете министерство юстиции предложило ввести запрет на арест предпринимателей по экономическим преступлениям небольшой и средней тяжести а у нас что правда сейчас да если какие-то подозрения то все ну нет под арест еще раз не надо так обобщать значит не знаком с подобного рода инициативы однако значит у нас судя по судебной практике в любом случае и сейчас эта практика также развивается по преступлениям небольшой средней тяжести не избираются практически меры пресечения связанные с реальным лишением свободы заключением под стражу и так далее это либо обязательство явки либо запрет каких-то определенных действий и уж в самых редких случаях если речь идет о действительно каком-то очевидном преступлении и так далее ну тогда предприниматель может быть подвергнут домашнему аресту говорить о том что там его заключают под стражу это редчайшее исключение опять же здесь на мой взгляд решать это должен суд и никто иной почему мера пресечения избирается в зависимости от интересов следствия в зависимости от угрозы для общественных интересов того что обвиняемый например скроется сбежит окажет какое-то воздействие на свидетелей скроет следы преступления будет давить на свидетелей и так далее да то есть в каждом конкретном случае это рассматривается судом достаточно индивидуально и просто воспретить ну я считаю что это неправильно у нас есть суд мы в конце концов строим правое государство давайте не будем коверкать то что есть сейчас то что работает в общем упомянутые инициативы но они не заслуживают какого-то серьезного внимания что ли подробной оценки я володя исхожу из того что сейчас с учетом выбранной компании которая достаточно активно набирает обороты безусловно такие инициативы могут иметь место быть но зачастую они преследуют ну совершенно иные цели нежели те которые декларируются в них вроде как звучит хорошо красиво да выглядит а вот если попытаться разобраться то в общем то никакой сути то вернее не такая уж и большая суть там что-то меняющая систему проявляется три-четыре минуты у нас остается буквально до завершения беседы мы традиционно с вами при наших встречах затрагиваем какие-то автомобильные темы вы автомобилист я автомобилист в конце июля в уголовном кодексе появилась статья двести шестьдесят четыре точка три боже мой как быстро время-то летит вроде как совсем недавно еще двести шестьдесят четыре точка один было да это уголовная ответственность за повторное управление в состоянии опьянения вот и называется это все управление транспортным средством лицом которого лишили права управления транспортным средством подвергивания административному наказанию или же у него имеется судимость ужесточение да на лицо собственно ответственности для злостных нарушителей правил дорожного движения вы поддерживаете эту линию ну вы знаете как автомобилист могу сказать о том что меня откровенно расстраивает зачастую пренебрежение элементарными нормами которые у нас содержатся в тех же ПДД наверное да наверное поддерживаю тем более что простите ну с учетом нынешней ситуации на мой взгляд немножко под закрутить гайки здесь лишним не будет слишком много у нас стало автомашин в настоящий момент разного качества доступ к транспортному средству получают разные люди и зачастую эти граждане ведут себя не вполне адекватно не в соответствии с нормальными правилами которые приняты в нормальном обычном обществе я бы единственный здесь конечно подумал над тем что конечно на мой взгляд следует увеличивать штатную численность нашего регионального ГИБДД я считаю что у нас не только нашего регионального а вообще ну я про кировский регион я не знаю как в москве дела обстоят я просто недавно в екатеринбург съездил туда и обратно я один раз по моему только видел гаишников на дороге вот мало сотрудников тысячи километров в одну сторону проехал и один раз увидеть гаишников мало сотрудников на мой взгляд сам по себе факт нахождения на трассе автомашины ГИБДД пусть даже там встречные мигают не мигают и так далее он дисциплинирует водителей я бы хотел чтобы у нас все таки действующих сотрудников автоинспекции было больше ну известно линия на увеличение числа комплексов фото и видеофиксации статистика уже показывает что у нас там 80-90 процентов штрафных санкций это как раз таки работа дорожных камер ну дай то бог но опять же здесь не заменит ни один робот человека это раз во вторых как то странно не работают во всяком случае но вот какое вы считаете самое распространенное ненаказуемое на дорогах города Кирова нарушение скорость наказывается вопросов красный свет наказывается стоп линия наказывается хорошо огромное число машин которые нарушают правила остановки стоянки может это ну это это тоже неправильно но в этой части это на мой взгляд самостоятельная проблема слушайте я вот регулярно сталкиваюсь с тем что наши водители не соблюдают рядность рядность вот висит знак например что движение только налево либо направо например перекресток Воровского и Карла Маркса да нам наплевать мы едем как попало вот я регулярно езжу по московской и октябрьскому где простите стоит знак движение только прямо обязательно найдется какой-то дурачок который начнет поворачивать налево тормозя все движение и создавая аварийную ситуацию такая же история на перекрестке солнечные Воровского тоже регулярно бывает наплевали на все а там нет знаков рядности соответственно поворот налево осуществляется из какого из крайне левого положения нам наплевать там три полосы поэтому мы из средней полосы будем поворачивать решение есть камеры фото и видеофиксации которые фиксируют движение по полосам собственно я думаю что мы однажды придем к тому что они у нас тоже появятся вот очень бы хотелось и собственно будут штрафовать тех кто поворачивается либо не соблюдает собственно вот эти стрелки очень бы хотелось просто пока на самом деле большинство моих коллег автомобилистов говорят о том что нас наказывают исключительно за некоторые виды нарушений и это расхолаживает спасибо большое на этом завершаем нашу беседу Ян Чеботарев юрист всего доброго до свидания особое мнение на 101 фм до свидания до свидания до свидания